Слушание длилось долгих пять часов. Подсудимый Сергей Сиренко зачитывал нарушения, которые были допущены при расследовании суда первой инстанции, рассказывает супруга Сергея Маргарита. Как таковых нам сильно-то и не дали поговорить, ну в смысле Сергея высказаться, так как его постоянно пререкали. Вы повторяетесь, мы все это изучали, мы как бы, ну, то ли может торопились, то ли я не знаю почему так произошло. Ждали чуда, но чуда у нас не произошло. Приговор у нас остался без изменения. Напомним, алтайского предпринимателя Сергея Сиренко и двух его продавцов судили за контрабанду пищевого мака. Уголовное дело тянется с 2019 года, когда Сиренко задержали на таможне. Бизнесмен перевозил товар из Казахстана на Алтай. Мак изъяли и обнаружили в нем следы маковой соломы, наркотического вещества. После этого начались суды и настоящий ад. Так на одном из заседаний Дарьи Бетюцкой стало плохо. Дыши, 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 девочка. Дыши, дыши. Осенью прошлого года Центральный районный суд приговорил Сергея Сиренко к 11 годам строгого режима. От Дарью и Юлю к 10 и 5 соответственно. Кстати, прокуратура в апелляции просила о пожизненном заключении Сергея Сиренко Дарьи вместо 10, 10 лет и 1 месяц. А Юля и хотела вернуть банку с маком, который исключили из материалов уголовного дела на последнем слушании. Но прокурорские запросы удовлетворены не были, радуется супруга Сергея Маргарита. Добавляя, что сейчас муж готовит кассационную жалобу в Кемеровский суд. Надеюсь, что все-таки отменят приговоры, направят на новое перерасследование. Сейчас Сиренко и два его продавца находятся в СИЗО. По словам Маргариты, по этапу обвиняемых отправят в конце мая. Мы будем следить за развитием ситуации. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.